Итак, начнём. Сегодня готовим джем. Джем готовим из сливы сорта Венгерка. Именно из них получается хороший вкусный джем или варенье. Как отличить сорт Венгерка от других слив? Они такие длинноватые, не круглые. Может быть, есть и где-то круглые. Я, насколько знаю, что они длинные. У них, внутри они как бы кожа фиолетовая, а снаружи синий налёт. Вот, он покрыт весь полностью синим налётом. А обычных слив нет такого налёта. Они обычно просто фиолетовые. Пока я сливы не промывала, специально, чтобы вам показать, как отличить. Сейчас промою, дальше продолжим. Промыли, дальше удаляем косточки. Промыли, дальше удаляем косточки. Внимательно осмотрим внутри, чтобы не было испорченных, либо червячков. В дальнейшем, чтобы не испортить джем. Вот, видите, как окрашивается пальцы от них. Теперь нам надо взвесить, сколько у нас здесь. Итак, взвесили, кило почти 300. Дальше нам надо пропустить через мясорубку. Видите, она у меня сейчас на средней решётке. Я её поставлю, поставлю мелкую. Можно и на средний. Прошлый раз я делала на средний, тоже ничего получилось. Вот, поставлю на мелкую. Сразу прокручиваю я в ту посуду, в которой буду готовить, чтобы лишний раз от того, что мы переливаем с одной посуды в другую, и половина тоже теряется. Вот, пропускаю сразу в кастрюлю. Кастрюлю берите всегда с толстым дном, чтобы не подгорало. Итак, начнём. Как вы заметили, я прокрутила вместе с кожицей. Посмотрите на цвет. Видите, вот зелёная, это мякоть. Если почистить кожицу, цвет джема будет вот такой вот. Ну, это на выбор, как вы хотите. На этот раз я прокрутила и буду готовить с кожицей, потому что, во-первых, мне нужна кислинка, которая содержится в кожице, а так она, допустим, внутри только сладкая. И плюс ещё кожица мне даст цвет, который мне нужен. То есть, такой красно-фиолетовый такой цвет. Вот, поэтому я прокрутила вместе с кожицей. Но она не будет видна, потому что она тоненькая, во-первых. Во-вторых, я на мелкой решётке прокрутила. В общем, её не будет видно. Продолжим. Значит, сюда добавляю сок лимона. Здесь, ну, чуть меньше половины лимона получается. Ну, две столовые ложки. Можно этого не делать. Мне нравится. Ну, от лимона, во-первых, цвет хороший получается. Во-вторых, аромат. Поэтому это уже на выбор. Хоть и там кислинка есть в этой кожуре, но всё равно. Ну, вот, значит, у меня 1,3 кг слива получилось. Добавляю ровно половину сахара. Получается у меня 650 г сахара. Значит, на 1,5 кг. 500 г, ровно половину. Если у вас не слишком сладкие сливы, допустим, или вообще не сладкие, можете добавить 600 г. Вот. Хорошенько перемешиваем. Мы хоть и прокрутили через мясорубку, видите, сока ещё нету особо. Чтобы он сразу не подгорел. Хорошенько перемешали. Закрываем крышку. Оставляем на час-два хотя бы, чтобы, значит, сливы пустили сок. Прошло у меня 1,5 часа. Ставим на плиту. Видите, уже стало такое более жидкое из-за сахара. Часто мешаем вначале до закипания. Потом, когда уже закипит, когда начнёт увариваться жидкость, надо постоянно мешать, а то может пригореть. После того, как начнёт кипеть, уже через 5 минут можно будет заметить, как цвет уже поменялся, такой более красный. Пену я вначале не убираю, потому что сахар ещё не растворился. Это может быть сахар. Потом уже, когда закипит, ближе уже, ну, в середине варки уже можно будет убрать. Там пена, на самом деле, вот вначале вот такая пена, она отличается от той, которая вот в конце получается. Я вам покажу. Значит, поставила я от 1 до 6 плита, поставила на пятёрку. С момента, как закипит, поставлю таймер для вас, чтобы сказать приблизительно, сколько времени у меня будет готовиться. Ещё раз напомню, что время готовки у всех может быть по-разному. Зависит от мощности плиты, от посуды. Например, сейчас я готовлю, значит, у меня было 1,3 кг слив, без косточек получилось, ну, с сахаром получилось ещё больше. Посуда у меня 28 см диаметром. Там плюс-минус 5 минут у вас может отличаться. Не думаю, что больше. 5 минут, скорее всего. Например, в посуде, где я готовлю, значит, посуда диаметром у меня, таз 33 см, готовится там приблизительно, вот, если 15 минут, то в такой посуде где-то 20 минут. То есть, чем меньше посуда, тем дольше вываривается жидкость, тем дольше вы готовите. Видите, пена эта пропала сверху, которая, потому что это был сахар. Поэтому сразу, как поставите, первую пену не убирайте. Это не та пена, которую нужно убирать. Как говорит наша бабушка Рая, это сахар. Вот, сахар растворился, пена исчезла. Закипел джем, поставила таймер для вас. Засеку, за сколько времени у меня приготовится. Видите, уже это другая пена. Вот, через несколько минут уже ее можно будет убирать. Это уже не та первая пена. Теперь помешиваем постоянно. Если до закипания можно было делать перерыв, то после закипания лучше этого не делать. Во-первых, прилипает ко дну, может подгореть, а вкус может поменяться полностью. А во-вторых, она не брызгается, если мешать. Если останавливаться, из-за того, что жидкость выпаривается, начинает брызгаться. Поэтому мешаем все время. Вот уже, как закипело, видите, поярче стал цвет такой, бордовый. Это из-за кожицы. Она уже, ну, ее все меньше и меньше будет видно, потому что цвет-то уже красный. Раньше был он светлый, из-за этого кожица видна была внутри. А когда цвет уже темнеет, то уже ее не видно. если вы смотрели мои другие ролики, я в вареньях и в джемах обычно убираю кожицу. Вот это вот, этот джем исключение. Из-за цвета, из-за кислинки его надо оставлять. Одновременно стерилизуем банки. Сегодня я решила в микроволновке стерилизовать. Сейчас включу до окончания, где-то за 5-7 минут, включу микроволновку, чтобы баночки были горячими, и окрышки в воде. Стараемся мешать так, чтобы именно лопатка как бы касалась дна, как бы не даем ее осесть на дно. Прошло у меня 5 минут. Вот так вот он выглядит через 10 минут. Еще жидкое, как заметили. Уже мало осталось. Делается все очень быстро. Удалили косточки, прокрутили через мясорубку, добавили сахар, оставили на часок, и дальше варим. Где-то минут 15-20. Сейчас посмотрю. Скорее всего у меня 20 минут будет из-за посуды. Огонь у меня выше среднего, то есть на пятерочке, поэтому мешаю быстро. Включила микроволновку, стерилизую баночки. Прошло у меня 15 минут. Проверяем на тарелке. Чуть-чуть остынет. Посмотрим. Оно пока, конечно, горячее. Вот, видите? Практически не сходится. Чуточку есть, и она жидковатая. Значит, еще минут 3-4. Значит, еще минут 3-4. мешать хорошенько. Специально не выключаю камеру, чтобы вы могли понять. Итак, еще раз. Я даже не стану ждать. Вот. Не знаю, видно здесь на этой тарелке. Сейчас на белой покажу вам. Видите, таймер показывает, что у меня прошло 18 минут. Все, я выключаю. Почему я выключаю сейчас? Даже если она кажется, что чуть-чуть жидковата, но уже линии не сходятся, значит, она готова. Выключаю сейчас, потому что я ее буду собирать в горячем виде. А в горячем виде она в баночке еще дойдет. Я выключила через 18 минут. Но плита у меня еще горячая. Сейчас уберу с плиты. Если хотите совсем как конфитюр, тогда можете еще проварить минуты 3. Ну, я люблю, когда она гладко мажется на хлеб, а не стояла комом. Поэтому все, убираю с плиты. Баночка у меня тоже горячая, прям с микроволновки. Совсем на дно чуть-чуть воды налила. Она выпарилась, и банка вот такая сухая, но горячая, хорошая. Сейчас будет. это возьму для вас показать в остывшем виде тоже горячие с кипятка как на самом деле любое варенье или джим можно хранить вечно если в горячем виде вечно конечно никто не хранит но год-два точно крышки проверяем обязательно вот у меня одна крышка на кованую оказалась я ее поменяла сначала крутим в обратную сторону чтоб села вот села теперь по часовой поставила эту крышку видите она не схватилась вот столько у меня получилось две по вот я не за 400 до 450 граммовые банки и вот столько вот грамм 100 наверно здесь вот так вот она выглядит кажется что пока жидкая но покажу вам как всегда когда остынет посмотрите какой цвет видите кожица вообще не видно джим наш остыл посмотрите как тяжело падает с ложки покажу вам на белой тарелке цвет вот вот ну а у меня все надеюсь вам все понравилось всем приятного аппетита пока 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 пока